Приветствую вас, мои дорогие зрители! Меня зовут Лилия Донскова. Сегодня я хочу вам показать, как делать антивозрастной макияж, на что обратить внимание, где расставить акценты, чтобы омолодить и освежить свое лицо. Итак, поехали! Мне 44 года, в мае было. Я уже тоже вижу изменения на коже, которые мне, конечно же, не нравятся, но есть маленькие хитрости, которые помогают мне сделать визуально лицо более молодым, таким подтянутым, сияющим. Что я делаю? В первую очередь, конечно же, это уход за кожей лица. Самый лучший уход, который я пробовала в своей жизни, это уход от Novage. Я использую или серию Ultimate Lift, я обычно ее беру на зиму, потому что она более такая питательная. А летом, вот такие вот сезоны, когда пожарче, я беру серию Экологен. И считаю, что благодаря этому лицо в хорошем тонусе, хороший цвет достаточно, потому что я пробовала переходить на более такие простые серии по уходу за лицом, сразу эффект как бы снижался. Поэтому я не экономлю, и считаю, что на красоте, особенно на коже, экономить точно нельзя. Итак, с чего дальше мы начинаем? Праймер. Я обязательно, уже на ухоженное лицо подготовленное, наношу немножечко праймера. Праймеры у нас разные есть. Я очень люблю Novage. Вот он такой прозрачная капля. Он в виде геля. Я беру плоскую кисть, очень удобную плоскую кисть, и наношу на все лицо ровненьким, тоненьким слоем. Для чего нужен праймер? Я думаю, вы уже все знаете, что он подготавливает кожу к нанесению тональной основы. Он визуально сглаживает ее, делает все поры незаметные, морщиночки выглаживает. И когда мы наносим тон, то тон растекается просто прям вот как по идеальной поверхности. Тон я буду использовать антивозрастной. Мне очень понравилась эта новинка. Master Creation с SPF 18. Мой оттенок теплый нюдовый. Я наношу сразу себе на боковую часть руки немножечко тона. И что мне очень понравилось, кстати, наносить этот тон двумя слоями. Ой, он очень классно лежит. То есть сначала первый тон мы проходим все аккуратненько, тонким-тонким слоем. Если вы заметили, я очень люблю использовать кисти. Кстати, давайте я сделаю на одной половинке, только макияж. Чтобы вы увидели, какая разница, когда делаешь с такими фишечками лицо. Вот такая идея у меня возникла. И будет быстрее. Мы проходим глазки. То есть как художник готовит полотно, так же и мы готовим лицо к нанесению макияжа. Грунтуем, шпаклюем. Не забывайте про смахи, чтобы вот эта линия между шеей и лицом не была четкой границей. Я и губы всегда захватываю. Так, буквально чуть-чуть прям проходит время, он очень быстро схватывает тон, и я тут же могу пройти сразу второй слой. Возьму еще одно зеркало поменьше, чтобы поближе на себя смотреть. И здесь мы смотрим, как тон растекается, ложится идеально, ровно на лицо. Не забивает поры, что для меня очень-очень важно. Потому что поры были у нас такие незаметные. Чем хороша кисть, то что она очень тонко распределяет вот этот вот слой тона. И он лежит очень аккуратно. Вот и все. Так, сделали первую часть работы. Это не самое основное. Теперь берем корректор. Кстати, я влюбилась в корректор The One. У него два оттенка. Такой розоватый, бежевый и пудра. Куда я наношу корректор? Вот этот розоватый я беру плоской кисточкой и наношу на венку, которая кидает, такой синяк делает под глазом. То есть мы удаляем источник синячка. Потому что он очень плотный, этот корректор. Все остальные, которые я пробовала, консилеры, корректоры, они достаточно прозрачные. То есть да, они хороши, но прозрачные. Бежевым я закрываю. Тут у меня какой-то остаток, было небольшое воспаление и пигментацию. Смотрите, как хорошо перекрывает. Раз, раз, раз. И практически незаметно. Потом сверху пудрочкой пройдемся и все. У меня тут даже зеркальце есть. О, отлично. Так. А вот светлый консилер, вот такой вот стойкий, или корректор, я не помню, что это, по-моему, консилер, можно нанести на зону, которая вот, например, если вот тут немножечко лицо просело, да, как бы западает, нам надо вытащить светлым оттенком. То есть мы наносим вот сюда светлое. И можно прям пальчиком аккуратненько вот так вбить. То есть все светленькое, оно будет у нас вытаскивать. Так. И еще, смотрите, если носогубная складка падает, да, проваливается лицо, это называется усталый тип старения кожи, опускается, то нам надо светленьким вытащить. И мы этот же консилер наносим вот на эту зону. И аккуратненько, можно кисточкой, можно пальчиком. Вы видите, я что сделала? Я светлая нанесла вот на эту зону, потом пудрой мы все это выровняем. Получилось, что чисто визуально у нас как бы он так вытащился. Так. Сексю немножко. Даймак. Сюда еще. Угу. Прямо даже сразу видно разницу. Здесь такая складка, а здесь ее практически не видно. Так. Далее, что мы делаем? Берем пудру, пушистую кисть. Рекомендую использовать пудру какую-нибудь рассыпчатую. Конечно, самая шикарная пудра это в серии Giordani. Я наношу немножечко на крышечку и отсюда набираю аккуратно на кисть много-много-много-много пудры. Так. Чуть-чуть постучать. Вот так, чтобы пудра распределилась по кисти, не ложилась толстым пятном. И аккуратненько мы все это проходим, пропечатываем. Не забываем про лоб. Пудру далеко убирать не буду, может быть, еще пригодится. Проверяем все, близко рассматриваем, что все хорошо лежит. Так, отлично. Мне уже нравится. То есть сразу видно разницу, что уже эта половина лица выглядит более такой свежей и молодой. Но это еще не все фишки. Сейчас мы поработаем с бровями. Сразу покажу вам корректор. Конечно же, это мой любимый The One. Два цвета и воск. Кстати, внизу есть тельничок с кисточками, но я ими не пользуюсь. Я пользуюсь специальной кистью. Мне очень нравится такая кисть скошенная. Она на длинные ручки. Это гораздо удобнее. Теперь смотрите, что мы с вами делаем. Вот если вы посмотрите на себя прямо, возьмете зеркало горизонтально, вот как вы смотрите вперед, то вы увидите, что, например, подвигайте бровь. Если мы бровь поднимаем, то сразу поднимается веко. Бровь нависает. Смотрите, сразу глаз падает, да, и выглядит лицо старше. То есть нам нужно с вами уже на этапе прокрашивания бровей бровь эту приподнять. То есть мы кончик уводим не вниз, а стараемся максимально сделать это вверх. Но чтобы это не было как на клоуне, как такая, да, брови как будто наклеенные. То есть натурально, но тон ни в коем случае не наносим на нижнюю часть. То есть работаем только с верхней. Далее, посмотрите коррекцию бровей, какую нужно, может быть, вам сделать. Если слишком много волосиков на вот этой части неподвижного века, то лучше их удалить, чтобы вот визуально поднять, как бы вот распахнуть глаза. Понятно, да? То есть посмотрите, вот именно вот поиграйте, подвигайте бровь, и посмотрите, как вам будет лучше. Просто я как бы смотрю только на себя. А далее мы берем тени и начинаем... Да, кстати, надо сначала расчесать. Немножко расчешем. Так, бровь мы уже тут поднимаем, смотрим, лишние волосочки там можно удалить, пригладить. Беру кисточку и начинаю красить. Так, мне нужно зеркало. Обратите внимание, я набираю сначала, вот на начало брови оттенок не очень темный. То есть я смешиваю сразу светлый с темным. То есть здесь нам не надо вот это вот слишком чернить. И вот как волосики растут, я также и кладу, держу кисточку, то есть по линии роста волос. Наносим. А вот дальше, где у нас пошло тело брови, я беру уже более энергичный цвет, уже без светлого, и прокрашиваю вот эту верхнюю часть. Поднимаю ее и корректирую линию, чтобы она была более ровной и красивой. Здесь я вам зеркало, ничего не загораживаю. И вот хвостик, сам хвостик, смотрите, как я кладу. Раз, 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 вот. То есть не увела вниз, не прокрасила вниз, а вот акцент, наоборот, я чуть-чуть приподняла хвостик. Вот смотрите. А брови не должны быть слишком длинные. То есть положите вот так вот карандаш или что, кисточку. Открыла нос и через край глаза, и вот здесь у вас должна закончиться бровь. То есть не надо ее уводить к ушам, там зависки забрасывать. Достаточно вот этого. Опять же смотрим, где-то еще, может быть, подкрасить. Поближе. Так, так, так. Так, заполнить пустоты. И, кстати, есть очень прикольная тушь для бровей. Вот здесь она мне нравится, как такой штрих, завершающий этап. Когда мы берем этой тушью, она такая на малюсенькой кисточке, такая прелесть. И мы аккуратненько просто фиксируем бровь, и она как раз заполнит те места, где остались пустоты. Уникальное свойство этой туши в том, что она прокрашивает под пушек. То есть если у вас растут волосики там в бровях, они светлые, их не видно, но они дадут гущину вот эту, да, бровь будет более такая сформированная, очерченная, не краска, вот именно из своих волос. Все, бровь готова. Больше с ней мы ничего не делаем, только берем корректор. Опять же, можно взять светлый корректор и чуть-чуть, вот прям чуть-чуть положим вот здесь, и вот здесь. И аккуратненько кисточкой, где моя кисточка, кисточкой я корректор этот светленький вот сюда проложу. Во-первых, это чтобы было чисто, чистая кожа, если куда-то тени попали. И корректор высветлит, поднимет нам бровь еще выше. Вот. Все, надеюсь, вам хорошо видно. Я думаю, достаточно. Вот разница. Три минуты, и посмотрите, какие брови. Ничего тут сложного нет. Я думаю, что любая из вас с этим справится. Так, следующий этап, что мы делаем? Работаем с глазками. А при антивозрастном макияже, вы, может быть, замечаете, что веки становятся более дряблые, может быть, уже какие-то сморщенности появляются. То есть кожа уже не такая упругая, как в молодости. Это, конечно, огорчает. Но, как говорится, годы идут, мы меняемся, это нормально. Природа, она постоянно двигается. Не огорчайтесь. Просто ухаживайте за собой, наполняйте организм белками, пейте коктейль, витамины, велнос вам в помощь, воды, конечно, следите, чтобы водный баланс воды всегда был в норме. И не используйте слишком много блеска. То есть блеск, если веки уже сморщены, блеск, он только подчеркнет морщины. Вот это, к сожалению, да, оно огорчает, но это правда жизни. Поэтому я беру матовые тени, я их просто обожаю. Это серия The One, жидкие матовые тени. Снимаю вот так вот излишки, чтобы лишнего не мазать. И аккуратно наношу тени на века. И вот чем они хороши, то что они, во-первых, не скатываются, аккуратненько, тоненьким слоем. И вот мое личное ощущение, они выглаживают века. Сейчас вот сами посмотрите, какое века становится гладенькое, вот за счет этого матового, такого шика. Матовые, гладкие, красивые, красивая кожа, красивые веки. Так, чуть-чуть смотрим. Если нужно сделать коррекцию, где у меня пушистая кисточка, я беру пушистенькую кисточку. Если я где-то лишнего положила, я тут же, пока они не высохли, мы с ними можем делать все, что хотим. Так, нанесли кончик. Далеко не уводим вот этот кончик. Пусть он будет у нас закончиться вовремя. Так, готово. И сейчас нам нужно с вами поработать тенями, карандашом, аккуратненько. Для этого нам понадобятся две кисти, где они меня заранее готовили. А, вот они. Одна кисть. Я рекомендую прям взять кисть, которую нам для корректора или для помады рекомендуют. Она плоская, упругая. Ей очень хорошо делать тонкие линии. И вам понадобится такая вот пушистая кисточка, набитая, набивная, для того, чтобы тушевать. Тут очень важно поймать границу. Кстати, можно этим же корректором, если у вас нет матовых теней, можно этим же корректором делать макияж. У меня на канале есть ролик, как я делаю полностью весь макияж с коррекцией лица, только используя этот корректор. Но я возьму палетку. Пока еще это. Скоро у меня будет новая палетка. Хотя это тоже еще не закончилось. Но надоедает. И здесь есть как раз матовый цвет. Матовый такой шоколадный оттенок. И я им и воспользуюсь. То есть я набираю плоской стороной кисти. Немножечко. Вот если вам видно. То есть не плашня кисть кладу, а плоской стороной. И кисть держу не снизу вот так. Потому что если я снизу буду красить веко, я намажу вот это белое пространство и утяжелю веко. Нам это белое нужно для того, чтобы глаз остался распахнутый и красивый. И вот эта линия, которая у нас нависает на глазу, я ее аккуратненько вот так вот могу прям штришочки бросить. То есть мы смотрим форму брови. Там далековато зеркало стоит. Возьму. Смотрите, мы смотрим форму брови. Повторяем ее очертания. Чуть-чуть вот сюда вот. Чтобы не нависало. И линии были такими же. То есть у нас вот бровь, глаз вот так вот, да, красиво. Они как бы параллельно друг другу. То же самое и тени. Они должны... Ой, чуть в румяна не залезла. Тени должны также эту линию сделать. То есть проложили. Тут я немножко лишнего. Тут же убирали лишнее. Можно пальчиком, ничего страшного. Так, набираем еще немножечко теней. И сейчас мы прокладываем вторую линию. То есть я прям рисую в ресничках, ресничках, ресничках. Можно, кстати, если века не слишком опущенная и не слишком дрябла, сделать стрелочки. Сейчас попробуем с вами еще и стрелочку сделать. И вот заметьте, мое движение. Кисть я кладу от внешнего угла глаза к окончанию брови. То есть я держу кисть вот именно в этом направлении. То есть чтобы нам соединить вот эти вот части. Вот. Мы сделали с вами набросок. То есть мы сейчас видим очертания. Все, мы повторили форму брови, форму глаз. Да. И теперь нужно будет заполнить немножечко вот это пространство. Можно этой же кисточкой аккуратненько чуть-чуть добавить. Помните, что сверху, если мы работаем, не вот так делаем, чтобы не насорить на белое пространство, а работаем сверху. Тут еще важно руку поставить правильно, чтобы она у нас не нависла. Так. Пока так оставим. Вот такой вот у нас набросочек. Не пугайтесь, пока страшно. Но нам надо сделать еще работу такую соединительную. Дочка у меня вытащила коричневый карандаш. Ну ладно, я возьму серый. Ничего страшного. Потом тенями пройдусь. И сейчас мы чуть-чуть прокрашиваем в ресничках века. Не переборщите, чтобы это не было слишком... Линия не должна быть слишком тонкой. И слишком четкой тоже не должна быть. Иначе мы как будто бы вытащим глаз, как у рыбы. Он будет торчать вперед. Нам же надо будет достичь такого размытого состояния. И вот я соединила их. И проверяем. Все, сделали. Берем опять эту же кисть плоскую. Где моя любимая кисть? Плоскую кисть. Набираем этих же теней матовых. И чуть-чуть только. И аккуратненько я растушевываю тени в карандаше. Что я этим добиваюсь? Что карандаш будет хорошо фиксировать тени. Тени фиксирует, вернее, карандаш. И получается такая размытая, нечеткая линия. Такая размытая, нечеткая линия. Сговариваюсь. Так, вот. Мы с вами сделали вот такую работу. Все проверяем. И сейчас нам нужна будет с вами тушевочная кисть. Это вот эта большая пушистая. Мы на нее набираем теней. Где-то у меня лежали тенюшечки. Я могу взять из этой же палетки. То есть беру самый светлый оттенок. Набрала. И делаю тушевку. Лишнее сдут лучше. Немножечко мы все это растушуем. Высоковатую линию сделаю. Я обычно пониже делаю. Так. Вы видите мой глаз. Угол глаза я поднимаю. Так. Условия. Военные условия. Косметика далековато. Так. Уголочек заполняю опять, чтобы нам его не потерять. Угу. Сюда вот смотрите. Чуть-чуть накрасили, посмотрели, отошли, проверили. Мне не нравится, что я очень высоко задрала эту стрелку. Тени. Потому что я обычно так не так крашу. Почему-то здесь неправильно зеркало стоит. И я не увидела. Если мне не нравится, значит, что я делаю. Я могу убрать эти тени просто обычным ватным диском, смочить его средством, убрать и нанести заново. Ну, сейчас посмотрим. Может быть и так оставить. Потому что у нас же еще будет стрелка. Я буду пользоваться гелем от Giordani. И вот этой вот уникальной кривой кисточкой ей прикольно наносить гель на... Ну, делать стрелочку. Когда я набираю гель, я проверяю, чтобы не было слишком много. Потому что если набрать много, то это будет не очень хорошо. Куда мы накладываем стрелку? Естественно, стараемся как можно ближе подобраться к линии роста ресниц. И мы прокрашиваем аккуратненько вот эту часть. Что нам дает прокрашивание вот этого в глубине ресничек? Объем. Глаз будет выглядеть более выразительным и очень четким. Если века сильно нависает, то не нужно стараться вывести хвостик. То есть остановитесь, прокрасьте только в ресничках. Вот так вот. Можно никаких хвостиков не выводить. То есть остановились. Все, довольны. Глаз стал очерченный. Более такой сразу открытый, крупный. Чуть-чуть проходимся до угла глаза. Видите, как этой кисточкой удобно орудовать. Все, проверяем. Ну и я могу себе позволить сделать маленький хвостик. Небольшой. Но обязательно сделаю. Хвостик еще активнее поднимает глаз вверх. Неудобно, конечно, одной рукой. Я обычно так глаз придерживаю, чтобы натянуть кожу. Протягиваю хвостик. Ну, такой вот хвостик получился. Так, проверяем все. У нас осталась незаполненная. Так, где у меня кисточка? Уголочек глаза. Да? Не хватает светлого акцента. Где у меня тени? Теряю тень. Обязательно уголочек глаза. Высветляем еще раз тенями. Не надо слишком сильно. Мне все-таки не нравится то, что очень сильно высоко я задрала. Я вот тут светлыми тенями прохожусь. Так, и нужно еще соединить активнее вот эту часть, чтобы она была более плавная, соединялась с верхними тенями. То есть вот сюда мы кладем еще чуть-чуть темного оттенка и соединяем с общей массой теней. Так. Сейчас, по-моему, стало лучше. Так. И берем тушь. Где моя любимая тушь? 5 в 1 XXL. Замечательная тушь, которая хорошо прям прокрашивает реснички. Поднимает их. Так, забыла закрыть гель. Где крышечка? Ага, вот она. Да, кстати. Еще прежде чем красить ресницы, сейчас тушь закрою, я рекомендую воспользоваться щипчиками для завивки ресниц и немножечко их подкрутить. Тогда тушь ляжет более аккуратно и глаз еще более распахнется. 20 секунд поближе к корням. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Отпускаем. Только не делайте это ни в коем случае на накрашенных ресницах, потому что вы их просто можете повредить. Набрали тушь и начинаем аккуратненько красить. Сначала от основания стараемся прокрасить хорошо, чтобы не было пробелов. Набираем еще один слой туши. Здесь пока подсыхает. Можно нижние реснички немножко сразу подкрасить. А теперь переворачиваем щеточку и начинаем работать с кончиками. Сразу следите, чтобы реснички не склеивались, распутывайте их, пока они не высохли. Потому что когда они высохнут, их уже раздирать будет трудно и будет некрасиво. Смотрите, всего два слоя, и уже какой хороший эффект. Глаз распахнутый, большой, открытый, четкий. Но это еще не все. Сейчас я чуть-чуть еще подкрашу. Нижние реснички. Обязательно красите нижнюю часть, чтобы не было такого, что нагрузка вся идет на верхнее веко, а внизу пустота. И пока у нас этот слой туши подсыхает, мы можем сюда еще вернуться, еще раз подкрасить. Мы пока с вами поработаем с хайлайтером. Это маленький волшебник, который очень классно освежает кожу. Я беру прямо так вот из тюбика чуть-чуть выдавливаю, набираю на пальчики. Лишнее можно сбросить на руку. И вот эту часть прохожу с хайлайтером, такими вбивающими движениями. Обязательно спинку носика. Если челку не носите, то вы делаете треугольник на лбу. Но я хожу с челкой, поэтому мне туда не нужно залазить. Далее над губой вот это местечко, которое зачастую тоже начинает проваливаться, подбородок выезжает вперед. С возрастом мы здесь тоже кладем беленькое, чтобы вытащить светленький. Так, лицо освежили. И еще мы с вами не сделали румяна. Для этого нам понадобится скошенная кисть. Надо было румяна, потом хайлайтер. Ну ничего страшного. Я набираю румяна в шариках, в джордане. Мне они очень нравятся. Тем более сейчас кожа светлая и уже такие резкие цвета, там бронза, коралл, они не подходят. А естественно сияние в самый такой хороший натуральный цвет. И на щечку капельку. Не надо много, румяна должны освежать, а не нагружать. На кончик носа. Ну вот, в общем-то, и все. Смотрим еще раз, нужно ли сделать один слой на ресничках. Я бы, конечно, сделала. Я люблю, когда ресницы длинные, выразительные. Особенно внешние реснички. То есть нагрузка должна быть особенно на них. Чтобы они у нас выводили угол глаза и поднимали вверх. Вот, теперь я довольна. Осталось губы? Давайте сделаем губы. У нас уже на губах лежит тон. Я беру оттенок. Возьму какой-нибудь коралл, например. Коралловый. Цвет всегда освежает. Он такой красивый, осенний. Карандаш из серии еще Верими. Губы тоже половинку сделала. Обратите внимание, красим контур и тут же заполняю губы целиком. Так, а помаду я не приготовила, да? Окей, тогда мы возьмем что-то из пробников. Буквально первый цвет, который попался. И он попался матовый. Итак, перед вами лицо с одной стороны уже с макияжем, с другой без макияжа. То есть, как я проснулась, только вот что сделала. Единственное, какая здесь у меня ошибочка. Я слишком высоко подняла вот эту часть тени. Обычно я прокрашиваю чуть-чуть ниже, но здесь неудобно стоять зеркало. Я просто не поймала этот момент. Вот. Чуть-чуть пониже вот эту часть, когда будет не так задрано. А так, в целом, конечно же, мне кажется, очевидно, видно, что лицо освеженное. Выглядит более таким здоровым, красивым, подтянутым. Вот. Пишите вы в комментариях свое резюме, понравилось вам или нет. Какие фишечки вы будете использовать. То, что вы, чего еще не знали, может быть. И пишите результаты ваших экспериментов. Что у вас получилось, а что не получилось. И обязательно, конечно же, поблагодарите лайком. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Всегда буду вас рада видеть среди моих зрителей. До новых встреч. Пока-пока.